Отлично, Тамара, сразу и звук, Елена, 5 баллов. Хорошо, и плюсики есть, и смайлики есть. Все замечательно. Хорошо, сегодня у нас тоже интересная тема, и хотелось бы сказать очень интересный афоризм. Вот буквально минут 20 назад я прочла, Минздрав предупреждает, нет денег, не болей, а в принципе все к тому идет, слишком дорого становится болеть. Поэтому мы стараемся подбирать темы, которые помогают нам быть здоровыми как можно дешевле. И сегодня тоже мы поговорим о тех, как мы писали, кто родился у нас поздней осенью. И поговорим о животе, о кишечнике, потому что живот это как второй мозг, он всегда управляет первым мозгом. Например, печень, когда проблемы с печенью, человек становится гневным, у него бессонница. Когда болит сердце, человек тоскует. Селезенка, когда не в порядке, он становится плаксивом. Почки, он боится всего. Когда желудок, неуверенность в своих силах. То есть больные органы, они изменяют наш психотип. То есть когда мы болеем, у нас меняется характер. То есть, как я говорила, в зависимости от того, какой орган у нас проблемный, и все выражается, в чертах характера проявляются. Можем и злиться, и не спать, и бояться, и плакать. И теперь мы приступим к нашей теме. Наша тема в УСИН. Длинная дорога начинается с первого шага. Как мы учимся себе помогать. И сегодня мы поговорим о том, как мы меняемся. Если ты готов к переменам, ты готов ко всему, говорят китайцы. И еще длинная дорога начинается с первого шага. Это шаг к здоровью. И как говорила раньше, повторение мать учения, доктор в переводе значит учитель. И Гиппократ в свое время говорил, твоя задача учить, а лечить только тогда, когда пациент согласен, что ты будешь его лечить. А когда пациент не согласен, ты должен продолжать его учить. Вот этим мы с вами и занимаемся. Китайские врачи издревле наблюдали за движением планет, за самочувствием. У меня немножко выскочила у нас картинка, но мы продолжим. У меня просто не было включено, сеть не была включена. В природе все меняется, и существует смена времен года, активных и пассивных. Активных и пассивных состояний на Солнце, на Луне, и существуют приливы и отливы, существует смена настроения у нас с вами. И все это связано в единую систему. УСИН. Универсальная система для всех. Потому что она является отражением природы. И древние ученые, они обобщили эти циклы в пять этапов, пять состояний. Дерево – символ рождения, огонь. Символ здесь очень хорошо на слайде видно. Дерево – символ рождения, огонь – символ максимальной активности. Земля – центр циклических изменений. Металл – символ упадка. И вода – символ минимальной активности. Все пять движений или первоэлементов, они связаны непосредственно с органами человеческого тела, которые также взаимосвязаны. Здесь тоже очень хорошо видно, какой орган – легкий, толстый кишечник, это металл, осень. Мы его именно сегодня и рассмотрим. Как и во всей природе, в согласии с ритмом движения энергии, в определенное время доминирует определенный элемент. Так и в организме человек в определенные периоды доминирует один из органов. Орган в древнекитайской медицине модели организма человека – это не только анатомическая структура. Орган – это целостная функциональная система, которая включает самые различные процессы, тесно связана с психическим состоянием. И данная система организации Вселенной была объявлена универсальной. То есть ее элементы могли быть распространены не только на целое, на Вселенную, но и на составные части этого целого. Исходя из постулата универсальности, представители древневосточной медицины перенесли эту схему организации Вселенной на живые существа, в том числе и на человека, проведя соответствие между пятью элементами и каждой составной частью человека, каждой физиологической функцией. Они же разделили все явления природы, соответственно, пяти элементов. А теперь проследим действия двух начал, символизирующих два типа отношений между элементами на примере функций и взаимовлияния различных органов, связанных с элементами. При действии созидательных сил каждый элемент рождает следующий за ним и стимулирует его развитие. Огонь, например, перестав гореть, он оставит после себя залу, землю. Сердце, значит, оказывает влияние на селезенку. Это все видно очень хорошо на этой схеме. Из земли можно добыть металл, и потому селезенка влияет на легкие. Металл при нагревании становится жидким, как вода, то есть легкие активно влияют на почки. Вода просто необходима для роста дерева, значит, почки оказывают влияние на печень. И, наконец, дерево горит, давая огонь, и потому печень активно стимулирует функцию сердца. При действии разрушающих сил наблюдаются угнетения функциональной активности, связанного с воздействующим органа. И наблюдается следующая картина. Огонь плавит металл, то есть сердце ставит под угрозу легкие. И ведь очень во многих случаях, когда есть какие-то легочные заболевания, очень тяжело работать сердцу. И наоборот, если в сердце проблемы, то человек задыхается. Металл разрушает дерево, то есть угрожают печени. Корни дерева разрушают землю, то есть селезенке угрожает печень. Земля очень жадно впитывает воду, и почки поставлены под угрозу селезенке. Вода же гасит огонь, то есть почки ставят под угрозу сердце. Круг функционально-причинных взаимоотношений, систем организма, символизируемых элементами, замкнулся. То есть все влияет на все, что и позволяет управлять процессом взаимодействия элементов. И получается, дерево создает огонь, огонь производит землю, земля рождает металл и так далее. Далее. Итак, два главных органа у нас есть в организме. И на сегодня эти органы мы тоже рассмотрим. Итак, ян-органы, это органы-производители, они получают сырье извне и перерабатывают его в жизненную энергию. После эта энергия циркулирует в организме по разным энергоканалам, и отдельные участки которых представлены на коже человека в виде цепей биоактивных точек. К группе инь относятся органы-накопители селезенка и поджелудочная железа, легкие почки и сердце, которые служат для обновления запасов энергии и накопления их в организме. Они перерабатывают принятую пищу и часть ее накапливают с целью создания биологически активного резерва. От функциональной полноценности этих инь, органов, в основном, зависит здоровье организма. Иными словами, без полого органа организм может жить, а вот без паренхимного, увы. Легких у нас два, почки две, остальные все органы по одному, в том числе и сердце. И начинаем систему усин с осени. Ведущий орган этого времени года легкие, потому что они являются зонтиком организма, они предохраняют весь организм от воздействия возможных инфекций. Они держат равновесие. Легкие выполняют функцию распределения влаги по всему организму. Здесь на картинке мы видим очень красивые, здоровые легкие. И чрезвычайно почки выводят влагу, а легкие распределяют. И чрезвычайно важно, что в это время года нужно научиться много пить. Сейчас у нас малый инь, и мы входим в замедление. Все затормаживается осенью в природе, и мы с вами тоже. Легкие отвечают не только за распределение влаги, но и за терморегуляцию организма. Легкие регулируют кровоток, отвечают за состояние голоса, горла, голосовых связок. Когда у человека визгливый голос, это переизбыток влаги. Легкие отвечают за переработку кислорода. Органы делятся на плотные и полые, и каждому плотному органу соответствует свой полый. Они находятся в прямой зависимости друг от друга. У легких парный орган, толстый кишечник, в котором происходит колоссальная переработка энергии. Привести в порядок один орган, иметь его здоровым и иметь больным второй орган, это просто невозможно. Легкие нуждаются в чистоте. А чистоту легких обеспечивает регулярная, бесперебойная работа толстого кишечника. Поэтому осенью очень остро необходима организму очистка, особенно толстого кишечника. В организме человека содержится каловых завалов от 8 до 25 килограммов. И в принципе, можно отнестись к этому, как просто к информации, и подумать, с чего же начинать первый шаг. Я думаю, конечно же, с очищения и нормальное физиологическое грустное состояние осенью переходит незаметно в депрессию. Осенние депрессии – это массовое явление. Они спровоцированы плохим качеством работы легких. Легкие не могут работать хорошо, если не приведете толстый кишечник в порядок. Все взаимосвязано. И давайте сейчас позаботимся о двух ведущих органах – легких и толстом кишечнике. Все, кто принимает медикаменты, должны понимать, что токсичное воздействие нужно выводить. А если оно не выводится, то начинает разрушать нашу печень. И что мы получаем в результате? А мы получаем очень важную вещь – нормальный уровень грусти и печали. Она не будет зашкаливать, потому что все наши заболевания носят психосоматический характер. И восточные медики говорят, что не существует наследственных заболеваний. Есть наследственные мысли. Потому что мы с вами привыкли к определенному сценарию. Мы думаем так, как нас учили думать наши родители. Мы думаем так, как нас учили думать наши бабушки. Вот это черное, а вот это синенькое. Но может быть, немножко все может быть по-другому. Поэтому, когда легкие перегружены, они будут перегружены. Если у вас есть привычные запоры, ваша печаль может перейти в депрессию. Вот это и есть переход из нормы в патологию. И нормальное физиологическое грустное состояние зимой переходит в депрессию. Осенние депрессии – это массовое явление, как мы уже говорили. Осенние депрессии, они спровоцированы плохим качеством работы легких. И сейчас мы немного поговорим о таком состоянии, как нездоровье. И поговорим о нездоровье у тех, кто родился 15 октября, в ноябре, и включая 5 декабря. 1, 2, 3, 4 и 5. И повторю, органы ин, это легкие у нас, женский орган и орган ян, толстый кишечник. Окном является нос, так как если с легкими что-то не так, нарушается или пропадает обоняние. И это относится в основном к женскому органу. И я в прошлый раз рассказывала, приводила интересный случай, когда вот к нам приезжала доктор Воловай, она рассказала свой случай из практики. Это очень впечатляет. Очень серьезный, состоятельный бизнесмен пришел к доктору, открывая ногой дверь, и говорит, мне вас порекомендовали, я уже где только не был, и в институтах, мне никто не может помочь. Я ничего не чувствую, я не чувствую запахов. Хорошо, доктор ему назначила, она в то время занималась продукцией Нью Вейс, первая компания Тома Маура, и она связала воедино все его, ну собрала правильно анамны, скажем так, а оказалось, у этого бизнесмена в свое время была травма, травма ребер, и были повреждены легкие, и через какое-то время он прибегает к ней, то есть это месяц или два месяца, прибегает к ней и говорит, Николаевна, Николаевна, я чувствую запах, каштаны цветут. Она говорит, да, хорошо цветут каштаны. Нет, говорит, ты не понимаешь, я все это чувствую. То есть в простой жизни очень важно человек воспринимает окружающую нашу жизнь через запахи, и как-то без этого себе уже представить жизнь очень и очень сложно. Это очень яркий случай, когда взаимосвязан толстый кишечник и толстый кишечник, легкий, и вот вам, пожалуйста, нос, да, окном, который легких является нос. Зеркалом на теле человека есть участки, которые мы можем видеть. Это волосяной покров, и есть какие-то раздражения, то есть если беспорядок в кишечнике, он проявляется на определенных местах, организм нам показывает их снаружи, эмоциями, что является главной эмоцией, преобладающей эмоцией. Как вы уже догадались, наверное, это эмоция печаль, потому что это поздняя осень. И печаль, участки вот этой печали, они находятся в правом полушарии. Люди очень сильной воли, это то, что дано от природы, очень высокоинтеллектуальные люди. Вкус, какой они любят вкус, это тоже то, что дано от природы, значит, ему надо не болеть. И у осенних вкус, какой они любят, острое любят, солененькое и острое. И, как правило, осенние любят очень, ну, сильное, чтобы поострее было, всегда добавляют что-то в еду. Жидкость, что является основной жидкостью, это то, что в первую очередь появляется при заболеваниях. И у осенних это выделение износа. Главной чертой характера является быстрая усталость. Они медлительны, даже говорят медленно. Но, как ни странно, эти люди, родившиеся поздно и осенью, все успевают сделать. И когда болеют, это тоже очень характерный признак, который я сейчас назову, после выздоровления анализы, неважно, это моча или кровь, могут быть хуже, чем до болезни. То есть, это нужно иметь в виду и не пугаться, если такое случается. И если сравнить биологический и астрономический возраст, у этих людей они не всегда совпадают. И расхождение находится в легких. И числа, которые помогают осенним жить, что ли. Это четверка. Это легкие. Они умеют организовать и планировать события и работу на длительный срок. И девятка. Эти люди очень умеют быть сострадательными, умеют слушать других. Но серьезные решения сами принимают через 9 часов. Они сразу никогда не скажут «да, нет». Они говорят «я подумаю». То есть, человек должен переспать с этой мыслью. Цвет, который защищает этих людей, это белый. Энергию получают из сухости. То есть, любят бани сухой климат. И еще очень важно знать время работы легких и толстого кишечника. Есть максимальное и минимальное время. Максимальное время – это когда орган работает на весь организм. И минимальное время – это когда орган работает только на себя, приводя себя в порядок. Итак, для легких. Для легких. Легкие работают на весь организм с 3 до 5 часов утра. То есть, это ночь. Минимальное время – с 15 до 17. Они себя восстанавливают. И поэтому людям, родившимся осенью, да, в принципе, наверное, очень многим, не курить с 15 до 17. Потому что легкие себя очищают, восстанавливают. Толстый кишечник. Максимальное время – с 5 до 7 утра. И минимальное время, когда толстый кишечник наводит порядок сам у себя – с 17 до 19.00. И вот они признаки нездоровья. То есть, когда еще не болит, но есть сигналы. Заболевания носоглотки, бронхиты, запоры, астматические бронхиты. У взрослых – это болезни органов дыхания, болезни толстого кишечника, заболевания кожи. То есть, я называю их понарастающей. Если часто бывают насморки, риниты какие-то, бронхиты, то это может перерасти в астматические бронхиты, болезни органов дыхания, болезни толстого кишечника, а дальше заболевания кожи. Геморрой, слабые связки, остеохондрозы. Бывает еще юношеский остеохондроз. Кариес, парадонтоз. У этих людей голова очень чувствительна к холоду. Поэтому при малейших признаках минусовой температуры и вот холода, когда холодно на улице, желательно одевать шапочку, то есть утеплять голову или шляпку. И эти люди очень преувеличивают неприятности. Как говорят, делают из мухи слона. Они довольно эгоистичны. И до смешного у них проявляется страсть к накопительству. То есть, могут складывать и собирать винтики, мешочки, какие-то заколочки. Это значит, нужно спасать такого человека, чтобы не захламлять гараж или квартиру, комнату. Делать клизмы. Очищать толстый кишечник, другими словами. Нарушается кровообращение в конечностях. И у них появляется склонность к моче каменной болезни. На коже могут быть экземы, нейродермиты и полиартриты. В принципе, это можно остановить. И нужно остановить. И что еще хотелось бы сказать. В конце напомнить о паразитах, которые селятся в толстом кишечнике. И прежде чем помогать себе, нужно все-таки избавиться от непрошенных жильцов. Которые для построения своего тела забирают очень нужные минералы из организма. Такие как медь, цинк, магний, калий, натрий. При их недостатке меняется кожа, появляются прыщи, сухость, язвы. И сколько бы мы не принимали очень полезные и нужные вещества и микроэлементы, они не будут работать как нужно. И человек может сказать, что, например, принимая наш шикарный спектр Макс или Фукайдон, у него нет результата. Но это все можно остановить. И нужно остановить. И сейчас Оля нам поставит нашу замечательную продукцию. И отлично, кто начинает пользоваться балансом, баланс Д, уже очень многие поставьте плюсики. Кто уже попробовал баланс Д и получил хорошие результаты. И как я говорила, обязательно сначала с паразитами. Ага, вот сколько много. Замечательно, отлично. Все-таки продукция действительно уникальная. И еще хочется несколько слов сказать о треугольнике жизни, который прекрасно справляется с этой задачей. И особенно Фукайдон. Он налаживает связи между клетками. Он имеет также антипаразитарное, антивирусное действие за счет перца. Двух видов перца, которые содержатся в этом продукте. И обязательно, конечно же, кальций и супра-омега. Это основа всего здоровья. Потому что PH нашего организма закисляется. Оно становится как болото. И там могут расти все, что угодно. В том числе и в кишечнике. И лимфатическая система тогда не справляется. И Фукайдон, спектра, МАКС, кальций, они участвуют в ощелачивании нашей среды, чтобы мы были здоровее. И закончить хочется совсем маленьким афоризмом, который как бы созвучен с осенней депрессией. О, депрессия, давно не виделись, проходи. Чай, кофе или сразу водочки. То есть алкоголь, он хороший антидепрессант, но им нельзя увлекаться. Бокал вина иногда выпить можно. Но лучше все-таки заняться очисткой кишечника, чтобы чувствовать себя здоровым. И сразу жизнь покажется, будет казаться прекраснее. И будем видеть лучшие краски этой жизни. И вот на сегодня у нас все. Мы, конечно же, ждем приезда Тома, ждем его новости о кремах, о новых продуктах. И, может быть, какие-то возникают вопросы. Кстати, от паразитов тоже можно избавляться хорошо народными средствами. Как мы в прошлый раз говорили о паразитах, тогда наша продукция действует просто изумительно. И наша встреча, тогда будем ее считать законченной. Наталья, спасибо. Так интересно рассказываете. Потому что в свое время нас учили этому, и этим хочется делиться. Особенно интересным материалом, который ложится, этот материал ложится, как вот песни на струны души, так этот материал. Тем более мы, в общем-то, все влюблены в продукцию, замечательную продукцию. И Тома Маура, ученый, который с удовольствием, с горящими глазами, рассказывает о своей продукции, о своей работе, как он достигает таких результатов. Хочется только восхищаться этим и пользоваться. Так что нам ничего не остается, как не носить деньги в поликлинике и аптеке, а быть здоровым, помогать другим людям. И за это нам компания очень неплохо платит. Хорошо всем быть здоровыми, спокойной ночи и хорошего, теплого ноября, который обещает, погода еще обещает быть хорошей. Вот. И еще спасибо Оле и Наталье. Конечно, большое спасибо Оле. Всего доброго. Всем и всего. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok